Инвестиции в разработку недр, новые подходы в работе специальных экономических зон. В послании народу Казахстана глава государства акцентировал внимание на развитии реального сектора экономики. Укрепить планирует транзитный потенциал страны и постепенно уменьшать участие государства в экономике. Мнение о преобразованиях сегодня активно высказывают общественные деятели. Антон Александров выслужил спикеров. Новые подходы к организации работы специальных экономических зон позволят повысить инвестиционную привлекательность. Особую значимость этот вопрос приобретает в связи с релокацией в Казахстан зарубежных предприятий, говорит президент страны. Теперь льготы для компаний будут дифференцированными. Чем больше вложений, тем лучше условия. При этом инвесторам, не подпадающим под приоритетные виды деятельности, но реализующие важные индустриальные проекты, можно выдавать земель на участки без применения налоговых и таможенных преференций. Предстоит также решить вопрос права земельной собственности на территории СС для предприятий, добросовестно выполнивших все инвестиционные обязательства. Очередное послание президента народу Казахстана дало ответы на многие вопросы волнующих горожан. Мы должны понимать, что надо честно трудиться, чтобы построить хорошее будущее. Проявить активность мы должны на предстоящих выборах. Мнение безразлично будущей страны. В послании было озвучено много направлений работы. Вопросы касались социально-экономической сферы, земли и национальных богатств. Государство будет последовательно снижать свое участие в экономике. Фонд Самру Казына трансформируется в инвестора, владеющего только мажоритарным пакетом, позволяющим контролировать ключевые секторы экономики. Другие активы и акции фонда будут приватизированы, в том числе через механизм народного IPO. Еще одно направление преобразований – это укрепление транзитного потенциала страны. Сегодня Казахстан становится важнейшим сухопутным коридором между Азией и Европой. Наша страна может стать транспортно-транзитным узлом мирового значения. В планах национальную компанию «Казахстан-Темиржулы» преобразовать в полноценную транзитно-логистическую корпорацию. Меня очень обрадовало решение по накоплению средств на счетах наших детей. Уже к 18 годам у них будет основа, благодаря которой они смогут дальше развиваться. Вопрос пенсионного возраста волновал многих. Я думаю, прекрасная половина человечества была рада, когда услышали, что до 2028 года будет зафиксирована планка выхода на пенсию в возрасте 61 года. Минимальную базовую ставку пенсии последовательно планируют довести до 70% от прожиточного минимума, а максимальную – до 120%. Это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%. Также будут увеличены выплаты по уходу за ребенком до полутора лет.